12.06 в Киеве. В студии Владимир Сметанин и Светлана Занько. Добрый день. Это разворот со слушателями. Это значит, что мы принимаем звонки по телефону 211-101. 211-101. Тема у нас сегодня звучит следующим образом. Год у руля. Что изменилось в Кирове с приходом Елены Ковалевой и Ильи Шульгина? Надо напомнить нашим слушателям, что 27 сентября Елена Ковалева стала главой города Кирова. 2017 года. 2017 года. Как раз год. Как раз год. За нее проголосовали на городдоме 27 народных избранников. Ей не противостоял, но конкурировал с ней за это место Владимир Журавлев. За него проголосовали тогда 8 депутатов. Елена Васильевна вступила в должность. И вот уже год она у руля. Илья Шульгин, сетименеджер, был назначен главой администрации города Кирова 31 октября. Тоже уже скоро год. Надо сказать, что Илья Вячеславович, когда выступал перед депутатами с докладом на тему эффективного управления городским хозяйством и социальной сферой города, в числе первоочередных принципов выделял формирование единого архитектурного облика города, создание комфортной городской среды, обеспечение населения качественными социальными услугами, эффективную бюджетную политику и рациональное использование муниципальной собственности. Мы в течение этого года, конечно же, активно следили за деятельностью глав. Мы, конечно же, приглашали их на интервью. Они участвовали в наших программах, рассказывали о своей деятельности, спорили, дискутировали. Мы освещали проекты, которые проводили Илья Ковалева и Илья Шульгин. Ну и, собственно говоря, мы все горожане, мы ходим по улицам этого города. Мы читаем и слушаем СМИ. Мы в повестке, мы обсуждаем, что происходит. Здесь в прямом эфире принимали всегда ваши звонки, жалобы и предложения. И вот сейчас давайте посмотрим, что изменилось в городе за год. 211-101. У нас такая просьба с Володей. Говорите, пожалуйста, и о плюсах, и о минусах. То есть если вам есть что отметить, позитивную какую-то повестку отметить, говорите об этом. Если вы видите какой-то негатив, говорите об этом и предлагайте, что с этим сделать. Вот да, я тоже хотел отметить. Предлагайте, да. Давайте будем использовать известную формулу. Критикуешь – предлагай. Находите какие-то негативные моменты. Давайте альтернативу. Как нужно делать, по вашему мнению. И, собственно, стесняться нечего. Действительно, 211-101 номер нашего телефона. Владимира Журавлева мы сейчас хотим услышать по телефону. Наш редактор Анна Лапшинаева как раз сейчас набирает. Ну, неспроста. Ты уже упомянула его имя. Да, именно поэтому. Имя, да, потому что он претендовал тоже на пост главы города. Участвовал в голосовании депутатском. Да, ну, Владимир Вениаминович, он известен тем, что он очень часто на городской думе выступает с критикой. И здесь тоже в особых мнениях очень часто выступает с критикой. Посмотрим, сможет ли он отметить что-то позитивное в деятельности. В деятельности. Вот я все время говорю глав города. Глав города меня все время поправляет. Но мне кажется, что это несущественно в данном случае. Можно так ведь сказать, да? Ну, руководители города. Они руководители, безусловно. Ну, вот смотри, пока мы ждем звонков от наших слушателей и набираем наших спикеров, я предлагаю тебе, Володя, как горожанину, и как человек, который за повесткой следит в силу своих профессиональных обязанностей очень пристально, отметить, давай начнем с позитива, да, хорошее всегда. Хорошее, интересное, может быть, что тебя зацепило в деятельности руководителя. За этот год что-то увидел. С позитивом. Ну, я помню, да, прекрасно серию программ, которые мы делали год назад. Это были и наши особые мнения, и дневные развороты, где мы наших гостей в первую очередь спрашивали, собственно, какие надежды они, да, сейчас возлагают на новых руководителей города. И, пожалуй, я тогда от наших гостей зарядился таким позитивом, что действительно, вот сейчас мы встали на таком пороге, действительно будут перемены к лучшему. И надо сказать, что, ну, это воодушевление, оно присутствует. Лично у меня. Да, действительно присутствует. Как-то вот с надеждой, с таким собанцем как-то смотришь на наших руководителей. За этот год удалось познакомиться лично и неоднократно встречаться, да, в том числе обсуждать какие-то рабочие, деловые вопросы. И мне, безусловно, импонирует отношение Елены Васильевны и Ильи Вячеславовича к делу. За ними приятно наблюдать. Их риторика, их высказывания, как они общаются с руководителями разных городских ведомств, с бизнесменами, с депутатами и так далее. У Ильи Вячеславовича для меня явно так очевидно, и мне тоже симпатично, такой твердый мужской стержень присутствует. Он может сказать, он может сказать жестко. И по моему глубокому убеждению, периодически вот эту жесткость надо использовать в разговорах с подчиненными. Ну вот что касается конкретных дел, вот тут, конечно, я себе уже задаю вопрос. А действительно ли перемены так явные и так заметные? Я вот, честно говоря, здесь пока в замешательстве, как обычный горожанин. Если ты хочешь слышать, как обычного горожанина. Дороги, ну раз уж о них говорить. Да, они в этом году масштабно отремонтированы. Ну то, что было запланировано, сделано. Но я же прекрасно понимаю, с другой стороны, что это федеральная программа. Это федеральное финансирование. Безопасные и качественные дороги. Тротуары мы в этом году делаем. Это тоже федеральная программа формирования комфортной городской среды. Ну и, собственно, вот я в некоем замешательстве. Но по-прежнему позиция мне симпатична. Хорошо. А можешь ли ты какие-то очевидные огрехи отметить? Что не понравилось, может быть? Что вызвало негатив? Или не негатив, но вот как-то ты сомневаешься, что это действительно стоило делать? Вот именно такие заявления или такие действия производить? Нет, такого явного что-то на уме у меня сейчас не зреет. Чтобы за что-то пожурить, за что-то поругать действующих руководителей. Ну, может быть, чисто какие-то эмоциональные моменты периодически возникают, что где-то, может быть, возможно, еще дверцу бы приоткрыть, еще бы поподробнее рассказать. И понимаю, что это тоже требует времени, и, возможно, его не хватает. Такой насыщенной деятельности руководителя нашего города. Но явного отторжения какого-то и прям обиды за что-то, чтобы вколотить себя в грудь, да вы не так делаете, да вы неправильно. Нет, такого нет, не присутствует. 2111.1. Что изменилось в городе с приходом Елены Ковалевой и Ильи Шульгина? Мы говорим с вами, слушатели, это разворот со слушателями. Пожалуйста, звоните и высказывайтесь. Но я могу что сказать? Много чего могу. Но это мы еще не упомянули про проектах, о всевозможных проектах, которые, собственно, стартовали и продолжились за этот год. Совершенно верно. Все знают, слушатели, что я не только в эфире работаю с главами, но и работаю по разным общественным проектам, и в силу работы в общественной палате, в силу работы в группе Киров меняется, я могу сказать следующее. У меня было самое большое опасение по поводу Елены Васильевны Ковалевой, что она может превратиться в такого свадебного генерала, в ленточка разрезателя. Что мы неоднократно наблюдали в предыдущие годы, когда другие урали оставили. Совершенно верно. И поначалу, когда я следила за Фейсбуком Елены Васильевны, я вот как-то тоже думала все время, ну вот здесь разрезали, тут разрезали, там сделали, тут сделали. Думаю, ну что же это такое? Но если вы обратите внимание, а все-таки у нас и гордума, и безусловно нужно отметить, что администрация стала более открытой, значительно более открытой. Можно приходить на заседания, можно смотреть прямые трансляции. Елена Васильевна Ковалева отличается тем, что она тоже имеет этот самый стержень, который ты отметил, мужской стержень такой, да, она очень хорошо разбирается в экономических вопросах, в финансовых потоках. Она не просто не стесняется, она всегда задает жесткие прямые вопросы, когда дело касается каких-то проектов, когда дело касается каких-то затрат, когда ее провоцируют. Между прочим, вот тогда на городской думе, когда избиралась Елена Васильевна, ей задавали провокационные вопросы. Про связи с Гуздипом, в том числе. Да, 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 про прошлые времена, 20-летние там давности, 15-10-летние. Она очень четко отвечает, не уходит от ответов. Это могу я отметить как безусловные позитивные качества Елены Васильевны. Они тогда мне импонировали и сейчас импонируют. И надо сказать, что Елена Васильевна не отстраняется. Знаешь, когда иногда бывает такая дележка. Вот это твоя сфера деятельности, там хозяйством занимаешься, городским ты сити-менеджер, а я буду за политическую часть там отвечать. Вот нет такого. Здесь они действуют совместно очень во многих проектах. И это, безусловно, абсолютно. Я это вижу и на больших там заседаниях открытых той же городской думы или больших заседаниях правительства. И на малых каких-то группах не отчураются никакой деятельности. Встречаются с активистами, с бизнесменами и прочее. Вместе. Вместе. Хотя это люди, мы об этом говорили, пришедшие совершенно с разных сторон. Елена Васильевна. Надо понимать, что все-таки первоначально, когда они формировали эту одну команду, мне кажется, там даже какие-то внешние проявления было, что непросто этот процесс идет. Безусловно, непросто. Мы знаем, почему. Потому что Шульгин, его называли человеком губернатора, человек приезжий. А Елена Васильевна Ковалева, это человек местный. И говорили, что это человек крепостного, например. Но так или иначе, она очень долго и в правительстве, и из района вышла из Свичинского. То есть с разных сторон пришли. Но я никогда не видела, чтобы они, простое такое слово скажу, совачились, например, делили что-нибудь. Если что-то такое было, то мы это точно не видели. У нас есть телефонный звонок. Мы его примем после короткого перерыва. Да, давайте паузу все-таки. Вот у роля, что изменилось в первое с приходом Елены Ковалева и Ильи Шульгина. Разговор со слушателем 211-101. Солнце стало теплее, небо голубее. Не сбивай. Асфальт ровнее. Не сбивай с дороги наших слушателей. У нас есть первый наш эксперт. Виталий Брам. Виталий Брам, общественный деятель. Хорошо знакомый, я уверена, нашим слушателям. Виталий, добрый день. Добрый день. Виталий, ну что, вперед, поехали. Можно и с критикой, можно и с похвалой, можно и с рекомендациями, советами. Все что угодно мы сейчас можем говорить. Вы спрашиваете, вы какой-нибудь вопрос, который Тонт выдаст. Дайте мне. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот ты за это время, за этот год не пожалел, что именно у нас именно такие руководители. Слушайте, к радости и сожалению, то есть, но системы хоберуются вот таким образом. То есть, никаких честных выборов, чистых выборов, негативных выборов нет, потому что люди на них не ходят. К радости есть конкуренция, которая сложилась странным образом. Есть команда, я бы назвал прямо, Валерия Крепостова. Есть команда, есть оппозиционных партий, достаточно там ярко выражено, если говорим про городскую дому. Есть, грубо говоря, мнение губернаторской команды. То есть, четкая вертика, мы его смотрим на Ирина Человеческая, мы видим, что это четкая вертика власти. То есть, дальше идет губернатор, правительство региона и спускается вниз на городскую рейд. В принципе, все решения, которые принимаются, они очень сильно лоббируются с этой стороны. Ну так это хорошо или плохо для обычных-то горожан, Виталий? Любая конкуренция, хорошо. Хорошо. А если по ней конкуренции нужно посмотреть, пожалуйста. Вот это конкуренция. А мы сейчас с Володей до перерыва говорили, что мы не видим внешних проявлений борьбы и противодействия. Есть ощущение, что Елена Васильевна и Илья Шульгин умеют договариваться и принимать совместные решения. Деньги любят тишину. Начнем с этого. Мы не видели и раньше, мы не видим и сейчас. Но, кстати, если мы вспомним денежный вопрос по поводу приватизации последнего муниципального имущества, где там такого рынка, честь обеих и прочее, то борьба она была. То есть, было там чутко видно, что среди депутатского корпуса решение было привято уже. По поводу приватизации. Но, если я считаю, что Шульгин решение зарубил. Хорошо ли это для жителей? Наверное, хорошо. Но, опять же, не стоит ли вопрос в том, что мы сейчас не продадим, но так кому другим продать? Либо что делать дальше? В любом случае, когда есть конкуренция, любая, это хорошо. Теперь конкретно по Ковалеву и по Шульгину. Плюсы и минусы. По каждому. Ой, да. Слушайте, ну вот, слава богу, что от усов избавились. Раз. От чего? От усов. От усов. От усов. То есть, Елена Васильевна заранее, с самого начала имела фон. Сейчас усов нет. Но изменилось ли что-то? То есть, мы видим мусорный коллапс. Вот реальность такова, что мусорный коллапс не пенальний раз. Мы видим проблемы в АТП, чадящие автобусы, которые уже приходом новых команд, уже год как чадят, умножают чадить. Два. Мы видим проблемы в этих же управляющих компаниях муниципальных, которые соединились в две-три команды уже и ничего не меняется в три. Мы видим проблемы в дорожной отрасли, в том плане, что монополизация рынка происходит, причем ярко выражена, причем, на мой взгляд, прямо нарушая антикономическую федерацию, президент и все прочее. Это уже там 4 или 5, да? Ну, что изменилось? Да, собственно говоря, маркетинг изменился. Честно говоря, лучший маркетинг высказан. Вот и все. Поясни, пожалуйста, чтобы все прекрасно понимали. Что значит маркетинга? Красивая картинка в милициях с общественностью, какие-то более красивые рахмоны, более красивые кадры. А что изменилось в реальности? Да ничего изменилось. К сожалению. Но усов-то нет? Ну, а усов нет, какая разница, усы есть или нет? Что в душе? Вот что главное. Куда двигаемся? В светлую сторону или в темную сторону? Или болтаемся? Так все-таки в какую сторону мы двигаемся? Да мы болтаемся. Мы болтаемся. Не хочется выражаться. Мы болтаемся. Как нечто непонятное. Есть еще перспективы или все будет так же, как вот ты сейчас описываешь? Перспектива только одна. Только гражданское общество сможет что-либо изменить. То есть только при наличии этого элемента, самого основного, базисного элемента, некого фундаментального элемента, может что-то менять. Если мы видим представление интересов каких-то групп, эстеблишмента, группы элит каких-то местных, региональных, нерегиональных, неважно, то мы не придем к тому, что для людей будет что-то лучшее. То есть сами люди сами. Организоваться минимально, хотя бы в лучшем случае, если пойдет с локальных сообществ на базе дома, двора, а дальше пойдет уже выше, больше, качественнее, ничего не изменится. Пока люди сами не изменят. Пока сама организация не произойдет, гражданское общество не расцветет, власть будет действовать по накатанной. Правильно я поняла твою мысль? Во всем мире власть старается представлять группы эстеблишментов. Во всем мире. Где-то более ярко выражено, а где-то менее ярко выражено. У нас очень ярко выражено. Спасибо. Так и исторически сложилось. Спасибо. Люди, проститесь, все от вас. А что конкретно-то делать, Виталий? В опасности. Виталий, дай руководство к действию, пожалуйста. Что людям-то? Гражданское общество – это такое общее понятие. С чего начинать? Куда идти? Сейчас у всех есть интернет. Посмотрите, кто уже как-то пытается организоваться, организовался. You are welcome. Мы готовы взаимодействовать, помогать, поддерживать все прочие любые благие начинания. Зайдите в Google, знайте, что такое гражданское общество в принципе. Вот и все. То есть нужно начать с этого понимания, с осознания, с просвещения себя. Вот и все. Спасибо, Виталий Брамович. Через 5-10-20 лет мы, может быть, придем. Хорошо. Может быть, с другими руководителями. Да, Виталий Брамович, общественный деятель. Спасибо. 211-101, номер телефона прямого эфира. Что в городе изменилось за год? Связываете ли вы это с деятельностью новых руководителей Елены Ковалевой и Ильи Шульгины? Да. И, пожалуйста, звоните. 211-101. Это прямой эфир. Мы хотим вас выслушать. Спустя год мы давали авансы, мы давали рекомендации год назад здесь в прямом эфире. Теперь хотим подвести некоторые промежуточные итоги. Хотя мы прекрасно понимаем, что год – это довольно незначительный срок для больших и заметных изменений, когда годами и десятилетиями складывалась система несовершенная, с большими претензиями. Давай, Володь, слушатели выйдем. Давайте послушаем. 211-101. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Татьяна, гражданка города Кирова. Пожалуйста. Можно опасения высказать? Давайте. Вы знаете, я уже очень старый человек. Ему же казалось, опасаться-то уже и смысла нет. Но госпожа Ковалева пришла к нам из Министерства финансов, оставив область в глубокой яме долговой. И я боюсь, что, уходя из Кирова, она оставит в такой же яме, и тогда жить вообще не станет невозможным. Вы считаете, что это ее личная вина? Вы знаете, я думаю, что на всех финансовых бумагах есть ее подпись. А давайте мы сейчас с вами посмотрим на наш город вот за год. Опасения ваши абсолютно понятны. Они высказывались действительно и раньше. Но вот сейчас, когда вы выходите из дома, да и дома тоже, какие изменения вы в городе видите, в лучшую или в худшую сторону? Вы знаете, все эти изменения мы делаем своими руками. Вот то, что вокруг нас окружает двор двух домов, детская площадка, цветы, кустарники, праздники. Мы это все делаем сами. А что касается города, я вам расскажу вот такую вещь. Вы знаете, изменения будут тогда, когда вот в прошлом году меня, как старого человека, пригласили на День пожилых людей в космос. Так вот, госпожа Ковалевой Быков поднес, знаете, на несколько тысяч букет. А женщины, которые поднимались, им давали, в руки совали, знаете, уже завядшие три цветка. Вот когда будет наоборот, когда будет наоборот, тогда я скажу, что я люблю Ковалеву, всецело ее поддерживаю, и что я самый счастливый человек, отправляясь на тот цвет. Спасибо. Спасибо. Мы вас поняли, очень яркий пример приведен, очень яркий. Детям мороженое. Сами дальше знаете. 211-101, да, вот эта история про то, что чествовать друг друга грамотами, значками, лентами, премиями и еще чем-то, это действительно очень яркая история, особенно в свете того, что когда мы говорим о льготах, о бедных людях, о пенсиях и прочем, конечно, люди сравнивают. Вот это довольно, вот сейчас вот было действительно показательно. 211-101, 211-101, пожалуйста, звоните и говорите, какие изменения вы наблюдали в Кирове за прошедший год, потому что именно год прошел с тех пор, как Елена Васильевна Ковалева стала главой города Кирова, и почти год, как Илья Шульгин назначен главой администрации города Кирова. Ну, я думаю, что сейчас наша слушательница Татьяна повернет, знаешь, в какую сторону, вот она сказала, что мы своими руками, да, творим эти изменения, я думаю, что она сейчас скажет, что вообще без разницы, кто там руководит нами, мы делаем это, наше настоящее и будущее, но вот это почему-то не прозвучало, хотя, может, это подразумевалось. Ну, вот, кстати говоря, что касается... Что касается... Не важно, кто там руководит. Вы действительно своими руками на свои средства, или вы научились участвовать в проектах по ПМИ, или там в малых грантах, как вот сейчас предыдущий у нас эфир был, или вы стали ли вообще прислушиваться главам, интересно ли вам новости про них читать, следите ли вы за их работой, вот про это все тоже подумайте, прежде чем будете звонить 211-101, а пока у нас на связи Владимир Вениаминович Журавлев, депутат Кировской городской думы, главный критик, я бы сказала, власти, какая бы она ни была у руля. Владимир Вениаминович, добрый день. Да, добрый день, Володя. Здравствуйте, да, Светлана Занько тоже здесь, сразу же вопрос, вы в прямом эфире, да, вы были среди тех, кто год назад, когда Елена Васильевна заступала на пост, вы говорили, что большие надежды, вот сейчас должно все измениться, вы по-прежнему так уверены в перспективности новых руководителей, мы берем сейчас и главу города, и администрацию? Он как-то это самое, сразу же, давайте мы не будем отступать от темы про эйфорию, там не будем сейчас говорить, а давайте конкретно, что изменилось в Кирове с приходом Ковалевой и Шульгина, вот давайте прям по полочкам. Извините, я сам же тему сформулировал, сам же пытаюсь болтаться. По полочкам, да, Владимир Вениаминович. Ну, давайте, как бы, я готов, в общем-то, к этому вопросу. Во-первых, есть такая философская постулат, есть философский постулат, все познается в сравнении, да? Давайте сравнивать. И если мы говорим о том, что было, например, при Быкове, при Владыкине и при главах администрации Драном и Перескокове, однозначно Илья Вячеславович выше их, во-первых, по морально-нравственным качествам, раз, да? Я от него вот первого слышал там постоянно вот о христианстве, о православии, что он как-то ему отнесется, и, в принципе, это подтверждается в жизни. И самое главное про профессиональную компетенцию для хозяйственника, я его оценю как хозяйственника, он выше. Затем второй, вторая кандидатура Ковалева Елена Васильевна, однозначно эти же критерии. По морально-нравственным качествам эта женщина, которая, ну, вот, поет. Человек нравственный. В отличие, я считаю, и от Быкова, вот это вообще человек, в моем понимании, с нравственностью тут вопросов очень много. Вообще, с реальностью, адекватностью вот этой ситуации оценки, которая вокруг идет его. Поэтому это уже плюс. Плюс Елены Васильевны в том, что она финансист. У нас все проблемы, воровство, жульничество, коррупция, неэффективное использование денег, связано с бюджетом. Притом с махинациями бюджетом. Депутатам говорят, а это вот такое правило. Она сразу говорит, погодите. А ведь по закону, по правилам бюджета нужно делать вот так, и так, и так. И в этом плане, и она принципиально позицию занимает. Мне это видно изнутри. Я понимаю, Виталия Брама, понимаю Татьяну, жительницу города, которые выступали до моего. Спасибо, да. Я это согласен с ними, с обоими. Должна быть тут и субъективная часть довольства, так сказать. Ну и Виталия Брама, понимаю, что да, эволюция очень... Я вообще, знаете, заметил, как депутат, мне можно было сравнить пятый созыв и шестой. Во-первых, качественный состав другой. Эволюция существует. Я заметил такую вещь. Вот если я начинаю чего-то, например, предлагать, да, дума к этому подходит через полтора года примерно, да. То есть вот ты начинаешь информационно поддавливать, как бы вот оглашать, то есть информационно загружать пространство, да, и примерно к этому сознание людей, оно приходит через полтора года. И я заметил такая вещь, что все дела делаются с актуальностью. Вот если у нас было актуально, хотя мы там пять-шесть лет назад говорили, про детские сады и школу нас никто не слышал, сегодня это приняло просто острую форму. Если болезнь лечить, она просто потом аппендицит, но от аппендицита можно даже... Владимир Дмитриевич, нам нужно сейчас прерваться на короткий перерыв. Мы просим вас не класть трубку, оставаться с нами, потому что есть несколько вопросов. Можно это сделать? Реклама. Продолжаем разговор. Год у руля, что изменилось в Кирове с приходом Ковалева и Шульгина. Владимир Вениаминович, вы на связи с нами? Да, я на связи с нами. Да, отлично. Депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев с нами на связи. Владимир Вениаминович, вот это правда удивительно от вас слышать, что вы прежде всего с самого начала подчеркиваете достоинства новых руководителей города. И приятно это слышать. Можем ли мы привести конкретные примеры из деятельности Ковалевой и Шульгина буквально по одному-два конкретных дела, которые вы считаете их заслугой? Ну вот давайте я как раз подумал, что было сделано положительно за год, какие изменения. Первое, это возбудили уголовное дело по Парку Победы, о котором, помните, да, Быков, Перескоков говорили, все хорошо. Несмотря на то, что там вердикт вынес и областной суд и так далее, то есть это уже изменения. Второе, по АТП возбудили уголовное дело, да, с транспортным предприятием, там, по хищениям связанным, сейчас еще и с закупом автобуса, сейчас с продажей недвижимости там уже возникают, светятся вопросы. Второе уголовное дело. Третье, по департаменту образования, да, с нарушением закупом продуктов и так далее. Контрольно-счетная палата, да. Да, я хочу сказать, что контрольно-счетная палата, это стало все возможным, когда контрольно-счетная палата стала активно работать. Мало того, я хочу сказать, что это креатура Елены Васильевны, Мерзлякова Елена Григорьевна, которую она предложила на пост председателя. От этой деятельности у нас мы начинаем зачищать поле, и Елена Васильевна полностью поддерживает, и депутатский корпус, да, это очень важный аспект. И вот теперь из хорошего по Илье Вячеславовичу, да, ну это внутренняя так работа, по Илье Вячеславовичу. Во-первых, заметили дороги в этом году, хотя там на чуть-чуть побольше у нас бюджет, но качество дорог, вы заметили, другую технологию стали делать с асфальтом. Впервые в городе достаточно массово относительно стали делать тротуары. Задумались о проекте транспорта, транспортной системы. Задумались о проекте перекладки ливневой канализации. Вообще, мы сейчас ведем работу о том, чтобы объединить трех монополистов. Там водоканал с канализацией, там горы электросети, киров свет, единый холдинг. То есть есть, по крайней мере, такие потуги. Но вот из детских садов, впервые шесть детских садов мы в этом году построим. Такого действительно никогда не было. На будущий год еще четыре. И, возможно, в этом году еще детский сад. Плюс школа вот 24-го, за которую, например, вот всегда бился я. У меня 5-6 лет, как, знаете, как воздух все это. Ни Перескоков, ни Быков. Они принимали другие решения по строительству высоток. А Шугин принял принципиальное решение. Он сказал, вот, да это вообще невозможно в таких школах учиться. И у нас в 20-м году появится 24-я школа, и место нашлось. Поэтому есть положительные моменты, и, наверное, и в других округах. Плюс в 235-м детском саду, это за океаном, 4 года там ходили родители, жаловались. Но вот удалось там капитально отремонтировать и ввести в строй дополнительной площади. Владимир Владимирович, да, да, смотрите, вот у нас просто мало времени. Скажите, смотрите, конечно, когда мы говорим, что за год, хочется прямо видеть здесь и сейчас. Вы, как человек, очень давно работающий с властями, с чиновниками, оцените темп принятия решения. Вот вы сослались в начале своей речи на то, что все как воздух было, очень долго приходится говорить, пробивать. Темп у этих двух руководителей от момента, когда озвучена идея, принимается решение и запускается в дело, он выше? Или просто невозможно в бюрократической машине что-то изменить, все движется как движется? Ну, вы все правильно сказали. У нас в голове всегда все быстро бывает. Знаете, в голове я буквально за секунду уже оладушки пожарил, заквасил и пожарил, да. А так нам придется минут 30-45 минут. То есть это нужно время. Я думаю, что здесь такая же ситуация. Плюс вот хотелось бы быстрее кадровых изменений в администрации города, чего я сам от Шульдина, например, требую. Но давайте посмотреть, так сказать, вот как говорят. Давайте посмотреть. Шумайлова Светлана Витальевна, которая отвечала за социальный блок, ушла из замов. Пришел новый человек, опысл Лариса Анатольевна, которую я действительно оцениваю, она выше по уровню понимания. И затем глава департамента культуры ушла. Управление культуры. Пришли несколько замов новых, да? Да. Поэтому я думаю, вот с кадровой реформой нужно быстрее набирать кадры. Ну, Шульгин мне парирует на этот разговор, он говорит, да я согласен, но дайте людей. У него проблема есть, вот, кстати, у Шульгина в том, что он не местный, не кировский, да? С одной стороны, он не связан с какими-то финансовыми группами, положительный момент. Он настроен на конструктив, но недостаток он не знает местных людей. А это очень опасная вещь. Да, Владимир, пожалуйста, просим прощения. Спасибо за вашу речь. У нас остается три минуты. Еще нужно одного нам эксперта выслушать. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы, был с нами на связи. 211-101 год у руля. Что изменилось в Кирове с приходом Ковалевой и Шульгина? Ну, вот, видишь, удивительно слышать от Журавлева такое количество позитивных там, да, отметок, которые он ставит новым главным. Обычно Владимир Вениаминович разносит просто, разносит чиновников. Да, сейчас такими широкими мазками, если можно так выразиться, Владимир Вениаминович прошелся, но у меня почему-то, знаешь, ну, стопроцентная уверенность, вот если сейчас на улицу выйти и поспрашивать людей, как вы думаете, скажите, пожалуйста, что изменилось за последний год? Мне кажется, большинство подавляющее скажет ничего. Надо выйти, надо сначала выйти спросить. Ну, ничего, а многие еще скажут, что стало еще хуже. Ну, смотри, 211-101 мы ведь предоставляем возможность сказать об этом. Ну, мне хотелось бы, конечно, да, чтобы прозвучали эти сейчас мнения 211-101. Тут, Володь, надо, ты знаешь, чтобы нам с собой, если не гулять по улицам, то такой эфир надо делать на два часа, чтобы сначала раскачались, сообразили, сделали, и потом позвонили и сказали, что изменилось, что нет. Настороженность, конечно, существует, безусловно, а как без этого? Гражданское общество, которое предлагает Виталий Брам развивать, надо развивать. Это от нас зависит. А все-таки давайте сейчас концентрируемся еще раз на конкретных изменениях с точки зрения наших жителей и наших экспертов. Я правильно понимаю, что у нас Дмитрий Сергеев по телефону? Дмитрий Сергеев, сопредседатель регионального штаба УНФ, депутат УЗС, генеральный директор строительной компании Маяковская. Дмитрий Валерьевич, алло. Добрый день. Дмитрий Валерьевич, да, приветствуем вас. У нас три минуты буквально, поэтому просим прямо по полочкам, без философских отклонений. Вы человек практичный. Всю философию уже задвинул Владимир Журавлев. Что изменилось в Кирове с приходом Ковалевой и Шульгина? Плюсы-минусы с вашей точки зрения. Примеры. Давайте начнем с плюсов, которые я заметил. Это попытка наладить диалог, скажем, с оппозицией. Может быть, с теми, кто какие-то неформальные движения возглавлял. То есть в рамках, скажем, благоустройства города Кирова, посадить за стол и хотя бы наладить диалог с теми, кто двигает какие-то проекты. Киров меняется. Светлана, я знаю, что в этих встречах была, поэтому она знает, о чем я говорю. То есть вот раньше этого не было. Это, несомненно, плюс. Наладить диалог по этим вопросам, да, очень важно. Что дальше? Да, но раньше просто не разговаривали. То есть сейчас хотя бы есть попытка наладить диалог и, может быть, совместно что-то реализовать. Дальше. То, что я бы отнес к минусам, это прежнее отношение к бизнесу, как к дойной корове, прежнее отношение к застройщикам, потому что вы нам все должны. И раз вы работаете на нашей земле, то вы должны. Это вы уже о больном, о своем, так уже говорите, да? Ну, я только говорю о коллегах-застройщиках, которые работают в городе Кирове. Вы предлагаете изменить этот подход? Если да, то как? Ваши условия. Если у президента объявлено, скажем, направление создать комфортные условия для бизнеса, то, конечно, должно меняться на региональном уровне, на уровне муниципалитета тоже это отношение. Эти вопросы всерьез за круглым столом уже обсуждались в администрации? Вы четко свои проговаривали? Или в Думе. Или в Думе, да. Вы четко проговаривали свое видение, как должно строиться взаимоотношение? Я думаю, что здесь, наверное, даже разговаривать не о чем, потому что это всем все понятно. Если отношения вы должны, то, конечно, нам не придет работать. Это отношения обоих руководителей и Ковалева, и Шульгина? Я думаю, что да. Это мое личное мнение. Я бы не видел, чтобы они в этом отношении имели какие-то разные позиции. Ну, кстати говоря, разговор с бизнесом не налаживался долгое время до этого. И действительно, в течение этого года мы пока не видим, что где-то есть совместные какие-то серьезные... Хотя, посмотрите, у вашей же коллеги, там компания «Железно», например, она все время с открытием каких-то объектов. И как-то, видимо, тут вот в частном порядке может быть отдельный пример есть. Как раз частый порядок меня и беспокоит. В частном порядке можно идти и договариваться, но условия должны ведения бизнеса одинаковые для всех. А не для тех, кто смог найти в дверь в кабинет и смог договориться. Вот задача развивать кировский бизнес, совместно принимать комфортные для всех решения, которые будут, собственно говоря, капитализировать для всех положительные какие-то черты и для жителей, и для бизнеса, и для управленцев. Это серьезная очень задача. Дмитрий Валерьевич, есть ли у нас примеры в России, где это, собственно, работа... Компромисс достигнут. Вот, не компромисс, а это уже другой совсем, другой уровень деятельности. Я бы брал показатели экономического благосостояния региона, возьмем Ковырскую область. Да, у нее есть несомненный плюс. Это близость к Москве. Но, тем не менее, скажем, показатели экономической работы в области, они очень сильно отличаются от кировской. Спасибо, Дмитрий Сергеев. Спасибо. Председатель регионального штаба ОНФ, депутат УЗС и бизнесмен. Что, завершился? Такое выступление Дмитрия Валерьевича, но очень, конечно, серьезная и непростая тема. Про бизнес, да. Завершился разворот со слушателями, и два часа нашей работы с Володей тоже подошли к концу. Через 20 минут будет особое мнение программа. Андрей Юсенко, вице-президент ВТПП, член общественной палаты Российской Федерации. Сейчас новости, тематические программы и реклама. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова